Челябинские учителя отправляются на экологическую экскурсию на самом безопасном для природы транспорте – троллейбусе. Путь не близкий. Во время поездки педагогам рассказали об истории города, а несколько учителей поделились с коллегами игровыми способами обучения экологии. Осторожно! Двери закрываются. Дальше сложное движение. Нужно поработать пальчиками вот так. И смотрите, приключения начинаются. Три-четыре. Приключения начинаются. Всего на экскурсию отправились 32 педагога – учителя химии, биологии и воспитатели. Для каждого тема экологической грамотности является важной частью обучения детей. Детям очень нравится рисовать. Я подхожу с разных сторон. Мы с ними и поиграем, и изучим экологию. У нас на территории школы организована своя экологическая тропа, которую мы используем в учебном процессе. Пункт назначения – бывшая Челябинская свалка. Именно здесь можно выучить главные уроки экологии. Когда-то она была самой большой в Европе, но пару лет назад здесь начали процесс рекультивации. Сейчас здесь растут цветы и пахнет свежескошенной травой. Даже не скажешь, что прямо под нами находится 17,5 миллионов кубов мусора. Еще пять лет назад это место было свалкой, а уже через год завершится этап рекультивации. В 2019 начался технический этап, биологический этап рекультивации начался в 2022 году. Мало кто на самом деле помнит о том, как выглядела свалка, когда она была эксплуатируемой. Учителя смогли увидеть, как проходит процесс очистки и узнали о разработках полигона. Скоро здесь появится теплица, которая будет отапливаться и поливаться свалочным газом и водой. Педагогов и их подопечных также пригласили на новые экскурсии. Я думаю, что это обязательно ляжет в основу всех наших занятий, разговоров о важном. И я думаю, что эту информацию наши обучающиеся обязательно узнают. После экскурсии учителя отправились на конференцию, где поделились педагогическим опытом в области экологии. Кроме того, в рамках образовательного путешествия в конце дня у наставников запланированы кулинарные мастер-классы. Анастасия Зеленина, Артур Фазлеев, 31 канал.